Здравствуйте, меня зовут Наташа Фохтина, и как всегда я рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодняшнюю программу я решила посвятить изготовлению украшений. Предлагаю пофантазировать на тему брошек. И поскольку в энциклопедических словарях говорится о том, что брошь – это украшение с застежкой для прикалывания его к женскому платью, у шеи, на груди или воротнике, то, в общем-то, ничто не ограничивает нашу фантазию, кроме того, что это изделие должно как-то крепиться к одежде. Принимаем это к сведению, берем булавку и начинаем фантазировать, чего бы такого интересного к ней прикрепить. Вообще-то вариантов, чтобы создать интересные индивидуальные украшения, огромное количество. Но я предлагаю остановиться на сухом валянии, поскольку для работы нам не нужно искать какие-то особые материалы, кроме непрятенной шерсти и игл для валяния. Тем более в продаже все это имеется в достаточном объеме. Да и особых энергетических затрат в нашей сегодняшней работе я не предполагаю. Вы с легкостью создадите любое украшение, которое подскажет вам ваш вкус и фантазия. Да и кстати, не забудьте привлечь к этому творческому процессу своих детей. Они наверняка подарят вам массу интересных идей и положительных эмоций. Конечно же не стоит их учить работать иглой. А вот превратить рукоделие в забавный урок вам вполне по силам. Пусть подбирают шерстяные волокна по цвету, а заодно учат их название. Ну и прежде чем мы начнем работу, я должна вам немного рассказать о шерсти и иглах. Шерсть нам нужна стопроцентная непряденная. Ее еще называют гребенная лента. Это продукт определенной стадии обработки шерсти. Выглядит она вот так. Если вы только начинаете заниматься валянием, то не стоит покупать дорогие материалы. Например, такие как меринос. Оставьте это на потом. А сегодня вам вполне подойдет продукция отечественных фабрик. Единственное, при покупке обязательно обратите внимание на то, чтобы шерсть была мягкой на ощупь, не имела различных примесей в виде мусора и жесткого волоса. И на упаковке должно быть написано, что она тонкая. Полутонкую хозяина и несколько дешевле брать не стоит. Это очень отразится на качестве изготавливаемых вами вещиц. Иглы для валяния бывают трех видов. Грубые, средние и тонкие. Они очень острые и имеют специальные зазубрины, которые, цепляя шерстяные волокна, как бы спутывают их, то есть сваливают. А чтобы этими иглами было удобно работать, я рекомендую приобрести вот такую деревянную ручку. В общем-то, это весь инструментарий. Разве что я не упомянула про матик для валяния. Это вот такая щеточка. Но ее вполне можно заменить и куском поролона. И причем на работе и результате ее это никак не отразится. Ну и еще хочу вас предупредить. Не пугайтесь, если я буду использовать слово фельдцевание. Это одно и то же, что и валяние. Ну и теперь вроде бы все. И мне осталось только показать вам те изделия, которые мы с вами сегодня будем делать. Предлагаю начать нашу сегодняшнюю работу с самой сложной вещицы. Сделаем брюшку в виде забавного медвежонка. Эта работа делается по трафарету. То есть мы сначала рисуем контур изделия на картоне, вырезаем его, а затем уже формируем шерстяную заготовку. Ну а уже далее используем всю палитру шерстяных волокон, которые придутся вам по вкусу, чтобы раскрасить эту вещицу. Замечу, что это изделие совсем не обязательно должно стать медвежонком. Хотя именно в таком виде оно будет востребовано вашим ребенком. Ведь украшения любят не только взрослые модницы. Эта брошка весьма проста в изготовлении, но очень декоративна. Я предлагаю вам обязательно сделать что-то подобное. Ведь такие яркие вещицы очень интересно смотрятся на верхней одежде. Обратите внимание еще и на то, что это изделие у нас только наполовину изготовлено из сваленного вручную войлока. Поскольку изнанку мы выкраиваем из мягкого тканного фетра. А еще эта брошка объемная. Внутри у нее синтетический наполнитель. А снаружи мы ее расшили разноцветным бисером. Надеюсь, что такая позитивная вещица обязательно придется вам по вкусу. И еще посложившаяся у нас в программе традиции мы не можем обойтись без того, чтобы не сделать какую-нибудь оригинальную, но очень простую вещицу. Предлагаю пофантазировать на валяльную тему и создать из шерсти что-нибудь фруктовое. Думаю, что еще одна нарядная и оригинальная вещица не будет лишней в вашем гардеробе. А какая она у нас получится узнаем позже. Ведь мы с вами еще брошку медвежонка не делали. Думаю, я вас достаточно заинтриговала и вы уже готовы приступить к работе. Тогда предлагаю немедленно заняться фельдцеванием. Чтобы сделать вот такую забавную брошку, нам понадобится приготовить непряденную шерсть светло-розового цвета для создания основы брошки. А для ее раскрашивания возьмем шерсть темно-коричневого, темно-розового, белого, красного, зеленого и желтого цветов. Еще нам нужны вот такой матик для валяния, кусок поролона, иглы для валяния и черный бисер. В общем-то, если все это есть в наличии, то не вижу никаких препятствий для начала работы. Самым главным в этой работе является создание трафарета. Именно на этом этапе мы должны определиться с вами, как будет выглядеть изделие. И главное, какого оно будет размера. Конечно, небольшую вещицу делать намного сложнее. Но гигантизм, по моему мнению, здесь совсем не уместен. А вообще-то все зависит только от вкуса мастера. Возможно, вам удастся создать что-то уникально огромное, и глаз отвести будет просто невозможно от подобной красотищи. Хотя, думаю, что брошкой в виде гигантского медведя я мало кого удивлю. Поэтому предлагаю сделать ее размером не больше 5 сантиметров в высоту. Итак, берем кусок плотного картона. Карандашом рисуем на нем контуры нашего изделия и вырезаем трафарет. Теперь начинаем формировать изделие. Берем кусок поролона. На него кладем наш трафарет. И начинаем выкладывать поверх него шерстяные волокна тонкими пушистыми кусочками. Слоев шерсти должно получиться 5-6. Причем каждый должен быть положен в разном направлении. Один слой вертикальный, другой горизонтальный. И так далее. Ну а далее мы начинаем фельдцевание. Работаем иглой. Сначала крепим шерсть в центре мотива. А затем подгибаем края по рисунку и прибиваем их. Как только вы почувствуете, что шерстяной пласт приобрел необходимую форму и относительную плотность, то снимаем трафарет и начинаем выравнивать поверхность заготовки, периодически переворачивая ее. Итак, у вас должна получиться плотная розовая заготовка, которая остается лежать на поролоне или матике для валяния. Берем небольшой комочек розовой шерсти и приваливаем его к голове нашего медведя. Таким образом у нас с вами получается объемная мордочка. И именно с этого этапа у нас начинается процесс раскрашивания нашей брошки. Берем шерсть темно-розового цвета и иглой приваливаем ее на ушки и лапки. Обратите внимание на то, что раскрашивание я делаю тонкой иглой, поскольку именно она позволяет сделать поверхность ровной и однородной. А вот иглами грубыми и средними мы делаем с вами начальную работу, то есть изделие формируем. Продолжаем работу. Делаем нашему зверю коричневый нос и раскрашиваем его костюмчик. Вы, конечно же, заметили, что это у меня медведица. Поэтому я наряжаю ее в белую кофточку с красной пуговицей, зеленую жилетку, белый фартук и желтую юбку. Мне кажется, что она получилась очень нарядной. Вы же, конечно, можете украсить свою игрушку, как понравится вам. И даже, чтобы ее не путали с поросенком, сделать белой или бурой, как настоящего медведя. Но главное, не забудьте пришить к ней глазки. Я предлагаю вариант с черным бисером. В общем-то, это все. Вернее, почти все. Чтобы изделие стало брошкой, пришиваем к нему булавку. И начинаем фантазировать, что бы такое им украсить. Хотя я вам дам один совет. Прежде чем начать работу, уже определиться с тем, для чего и для кого вы это украшение делаете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, если вы не носите брошки, поскольку они не входят в перечень ваших любимых украшений, то уж сумка наверняка ваш любимый аксессуар. Тогда украсим ее различными валенными штучками. Такой декор всегда будет смотреться нарядно, изысканно и по-новому. Ведь он у нас съемный. И еще обязательно прикрепите к вязаной или фетровой сумке несколько брошек. И у вас всегда под рукой будет маленький и приятный сувенирчик, на случай, если вы вдруг забыли про день рождения кого-то из ваших коллег. Теперь, как я и обещала, мы с вами будем делать простенькую фруктовую брошку. Я решила, что это должно быть яблоко. Потому что прежде чем что-то валять из шерсти, нужно обязательно зрительно представить форму и цвет объекта. Конечно, я и огурец могу представить, но это не фрукт. Да и в виде брошки он не очень хорошо будет смотреться. Хотя, следуя этой технологии, можно изготовить не только фрукты и овощи, но и ягоды. Итак, для брошки яблока нам нужно на листе картона нарисовать круг, веточку и листик. Причем все отдельно. Ну а затем мы вырезаем аккуратно и получаем трафареты. Поскольку все-таки изделие у нас простое, то я решила взять минимум цветов. Красный, коричневый и зеленый. Причем, чтобы вещица смотрелась объемной, я взяла в пару к каждому основному цвету его более светлый оттенок. Светло-коричневый, салатовый и светло-красный. Итак, операция следующая вам уже знакома. Мы берем поролон, кладем на него трафареты, выкладываем на них слоями шерстяные волокна и начинаем сваливать их иглой. В итоге у нас получится отдельно яблоко, сучок с ножкой и лист. Мы их обязательно раскрашиваем. На листике нам нужно сделать прожилки, румяним яблоко. Да, и нашей ножке объем совсем не помешает. Напомню, что рисуем мы тонкой иглой. А вот, чтобы собрать детали в изделии, я рекомендую взять иглу среднюю и работать ей. Делаем мы это на поролоне. Причем, в отличие от основной работы, когда иглу мы держим строго вертикально по отношению к изделию, то когда крепим что-то, вводим иглу под небольшим углом и стараемся не проткнуть изделие насквозь. Иначе шерсть другого цвета покажется на лицевой части изделия. А нам этого не нужно. В итоге у нас получилась вот такая замечательная, яркая и нарядная фруктовая брушка, которой вы можете украсить все, что угодно. Да, и как я и обещала, изделие у нас получилось очень простым в изготовлении. Кстати, если вы хотите сделать валеную брошку, но у вас очень мало времени, ведь уже вечером вам нужно попасть в гости с подарком, вы можете воспользоваться тканным фетром. Все очень просто. Например, вы хотите подарить кому-то из друзей вот такого забавного слоника. Берем фетр и вырезаем из него две заготовки. Между ними прокладываем немного синтетического наполнителя и сшиваем их петельным швом шерстяной нитью. Не забудьте вышить ухо и глаз. А в качестве украшения пришейте на эту брошку коврик из синего фетра, расшитого бисером. Я уверена, что ваш подарок, несмотря на то, что он и не очень большой, будет самым ярким и оригинальным. Настало время нам сделать вот такую симпатичную объемную брошку сердечка. Для работы приготовим непряденную шерсть красного, белого, желтого и зеленого цветов, тканный фетр синего цвета, синюю шерстяную пряжу, желтый и розовый бисер, а также иглы для валяния и кусок поролона. Замечу, что при изготовлении этого изделия вы можете как вырезать трафарет сами, так и взять готовый пластиковый. Я как раз и решила воспользоваться последним. Итак, берем пластиковый трафарет и кладем его на кусок поролона. На него выкладываем волокна непряденной шерсти. И начинаем с помощью иглы для валяния формировать сердечко. Как только наша заготовка приобретет четкие контуры, мы снимаем трафарет и продолжаем работу иглой, чтобы она с обеих сторон стала ровной и на ощупь плотной. За эталон вы можете взять кусочек тканного фетра, поскольку визуально и на ощупь он именно такой, как нам и надо. Через некоторое время после утомительных манипуляций с иглой вы все же получите красное, сваленное вашими золотыми ручками сердце, которое я предлагаю украсить вот таким цветком. Берем тонкую иглу и маленькими кусочками шерсти рисуем. Белые лепестки, желтую сердцевинку и ножку с листиком. И валянием мы на этом заканчиваем. Берем бисер желтого и розового цвета и украшаем им наше изделие, чтобы придать ему немного блеска и объема. А вот теперь возьмем тканный фетр синего цвета и, приложив к нему наше красное сердце, вырежем изнаночную сторону нашей брошки. У нас получатся две заготовки, которые нужно сшить петельным швом вместе. Вот таким вот образом. Замечу, что в процессе сшивания мы набиваем нашу вещицу синтетическим наполнителем, чтобы она стала объемной и более интересной. В общем-то это все. Я очень надеюсь, что эта брошка понравилась вам. И вы в скором времени создадите что-то подобное для себя или своих друзей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, пожалуй, это все, что я вам сегодня хотела показать и рассказать. Только за одну программу мы с вами сделали три замечательные вещицы. У нас получилась вот такая забавная брошка в виде медвежонка, которая, я надеюсь, понравится кому-то из ваших детишек. И они с удовольствием будут ее носить. Наверняка, фруктовую брошку вы попробуете сделать для себя. А вот эту я советую подарить кому-нибудь из близких друзей с сердечными пожеланиями. А еще я тут подумала, что может быть не только вы, но и ваши друзья не любят украшать себя подобными вещицами. Но я, собственно говоря, и не настаиваю, чтобы они были именно брошками. Они могут стать и замечательными новогодними игрушками, и даже брелками. Скажу одно, что я вам предлагаю только технологию и идеи, а уж остальное зависит только от вас. Ну и на этом все. Я, Наташа Фоксина, попрощаюсь с вами до новых идей. И пожелаю вам массу творческих находок, побед и, конечно, вдохновения. Всего вам доброго и до свидания.